Всем привет! В конце 90-х в российский футбол неожиданно ворвался 19-летний форвард московского локомотива Дмитрий Булыкин. Тогда железнодорожники под руководством Юрия Павловича Семина только начинали свой путь к чемпионству, попутно завоевывая Кубки России, а также серебряные и бронзовые медали чемпионата. Булыкин предстал перед публикой в виде высокого таранного форварда, который мастерски мог найти подходящую позицию в штрафной площади, чтобы завершить любую передачу с фланга взятием ворот. Но золотой эпохи локомотива Дмитрий так и не дождался. После провального сезона на рубеже веков подающий надежды форвард отправился в московское Динамо, где должен был стать главным героем в создании нового топ-клуба России. После перехода в Динамо Булыкин попал в сборную России, отличился памятным хитриком ворота Швейцарии в отборочном цикле и забил гол ворота будущих триумфаторов Евро-04 Греции. Но вместе с этим в его карьере стали появляться постоянные скандалы, ночные клубы, прозвище Дима-дискотека, ссылка в дубль и скандальный уход из Динамо. Когда Булыкин в 2007 году покинул Россию и отправился искать счастье в Европе, он был абсолютно никому не нужен и на его карьере фактически поставили крест. Но сегодня я расскажу вам, как российский нападающий в 31 год покорил одну из лучших лиг Старого Света, а заодно был признан лучшим российским легионером сезона. Перешел в европейский топ-клуб, но так и не дождался возвращения в сборную России. Но перед началом ролика хочу вам напомнить, что партнером моего канала является самая надежная букмекерская компания MarathonBet. Ссылку на Marathon вы найдете в закрепленном комментарии. После неудачной попытки закрепиться в Ливеркузенском Байере, Дмитрий Булыкин в 2008 году перебрался в бельгийский Андерлехт. Но заиграть в самом титулованном клубе Бельгии Дмитрию было не суждено из-за конфликта с главным тренером. Аренда во вторую Бундеслигу фортуну из Дюссельдорфа принесла только очередную травму с дальнейшим усугублением. Последний шанс заявить о себе в Европе Булыкин нашел в аутсайдере голландской эродивизии Ада Денхааги. Клуб из города Гага всегда считался скромной командой даже по меркам Нидерландов. В 2008 году желто-зеленые поднялись в элитный дивизион и два сезона до приезда русского форварда плелись в подвале турнирной таблицы. Выбора у Булыкина особо и не было. Он хотел найти команду, где получал бы игровую практику и доверие тренера. В АДО на тот момент главным у руля был молодой специалист Джон Ван Дебром. За короткий срок он сколотил боевитую банду наполовину собранную из воспитанников клуба. Футболистов, которые в будущем реально выстрелили, здесь не было. Но команда, оказалась голодна до побед. Плюс все хотели проявить себя, чтобы перебраться в топовые клубы. Играя по традиционной для голландского футбола схеме 4-3-3, Ван Дебром сделал ставку на атакующее трио. По краям на флангах Уэсли Верхук и Франтишек Кубик, а на острее атаки Дмитрий Булыкин. Российский нападающий приехал в Гагу в начале августа. Пропустив предсезонку и первые две встречи, он дебютировал за Аистов в третьем туре против Венло. Как только Булыкин вышел на поле, сразу же стало понятно, что у Адо появился форвард, на которого будет играть вся команда. Уже на второй минуте Супербул открыл счет своим голам в Нидерландах, а в середине второго тайма Дмитрий откликнулся на подачу с углового и записал на свой счет дубль в дебютном матче. Так начиналась сказка для скромного клуба из Гаги. У команды появился настоящий лидер в лице 30-летнего форварда из России. В четвертом туре против ПСВ Булыкин снова оказался в стартовом составе. И в концовке встречи ассистировал партнеру, тем самым спас свою команду от поражения. Следующая игра с Деграфсхапом также завершилась в ничью, а Дмитрий начал развивать свои голеодорские успехи, отметившись очередным голом. Желто-зеленые постепенно нашли свою игру. Действуя от обороны, благодаря двум быстрым вингерам, их контратаки становились грозным оружием против любого соперника. На первый взгляд все было просто. Быстрый краек проходит по флангу и ищет прострелом или подачей высокорослого Булыкина, который результативно замыкал большинство передач в свою сторону. Такая игра идеально подходила для самого Дмитрия. Аду Денхак победил в трех матчах подряд, заодно пройдя дальше в Кубке Нидерландов. За три игры Булыкин отличился четырьмя забитыми мячами. После единственной для желто-зеленых без голевой ничьи в сезоне, Булыкин снова принялся забивать голы. Сначала пострадал Эксельсиор, а позже и Грозный Твенте, который по итогу занял второе место. В моменте с забитым мячом ворота своей будущей команды Булыкин получил травму подколенного сухожилия. Но несмотря на это доиграл эпизод и записал свою фамилию на табло. В перерыве Дмитрий был заменен, а его команда тот матч, к сожалению, проиграла. Без своего русского бомбардира Адо провели два матча. Также практически без участия Булыкина прошла игра и против Аякса. Россиянин вышел на последние 10 минут, а его команда сенсационно переиграла Аяксидов на арене Йохана Кройфа. После восстановления Дмитрий вернулся в стартовый состав. Немного блекло проведя игру против Нека и проигранную по пенальти встречу на кубок. Но вот когда Булыкин набрал форму, он стал инициатором разгрома над Бредой. Итоговый счет 3-0, а русский легионер записал себе в актив дубль и голевую передачу. К экватору чемпионата желто-зеленые подошли на непривычном для себя восьмой строчке, что давало повод задуматься о борьбе за еврокубковые места. Булыкин забил гол ворота Роды и Фейнорда, но команда начала постепенно терять запал. Как оказалось позже, это было затишье перед Бурей. Аисты выдали серию из пяти выигрышных матчей, а герой этого выпуска пополнил свой голевой запас четырьмя мячами. К 24-му туру темная лошадка из Гаги закрепилась в первой пятерке. Эту команду стали опасаться абсолютно все. Фанаты почувствовали, что 10 игр отделяют их любимцев от еврокубкового сезона. Перед важнейшей встречей с Фейнордом на трибунах был вывешен баннер в стилистике крестного отца, а российский бомбардир был назван не иначе, как мясником. Игра получилась равной. Гости из Роттердама, которые, кстати, отвратительно провели тот сезон, забили два гола в первом тайме, но желто-зеленые смогли отыграться, а на 85-й минуте именно Дмитрий сравнял счет. Следующие три матча получились нестабильными. Адо крупно разгромил Нек со счетом 5-1. Супербул отличился одним взятием ворот, но вместе с этим дважды Аисты уступили не самым грозным соперникам. Правда, после этого они выдали еще одну победную серию из трех игр, обыграв поочередно Аякс, Утрехт и Витес. Адо вышли на четвертую позицию в турнирной таблице. Находясь в четверке, они могли обеспечить себе стопроцентное участие в Лиге Европы. И здесь нужно уточнить, что в Нидерландах на тот момент первые две команды отправлялись в Лигу Чемпионов. Третье и четвертое место в квалификацию Лиги Европы. А еще одну путевку разыгрывали команды с пятого по восьмое место включительно. Между ними проводились двухматчевые противостояния в плей-офф. Но самую важную и ответственную часть сезона, финишную прямую, состоящую из четырех туров, Адо Денхак, откровенно говоря, слил. Не помогли даже старания и три забитых мяча Дмитрия Булыкина. Четыре матча, четыре поражения и итоговое седьмое место. Российский форвард в чемпионате Нидерландов отличился в 30 играх 21 раз. А всего за сезон забил 23 гола. Это великолепный показатель для российских нападающих в Европе. Никто из наших легионеров, которые выступали в топовых европейских чемпионатах, не забил больше Булыкина за сезон. Бомбардирские подвиги Николая Камличенко в Чехии мы не учитываем. Все-таки по уровню это совершенно разные турниры. В том сезоне 10-11 Булыкина признали лучшим российским легионером. Но при этом Дмитрий так и не смог стать лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов. Его опередил на два мяча Бьерн в Леммингс из команды НЕК. Сейчас о нем никто не знает. Этот бельгийский форвард провел свой лучший сезон в карьере и не позволил Дмитрию завоевать золотую бутсу эры дивизии. В плей-офф Адо в полуфинале спокойно прошли роду. Но в ответной встрече, где Булыкин снова отличился, он же на последней минуте первого тайма грубо сфалил в центре поля и получил прямую красную карточку. В финальном противостоянии против Гронингена случилась драма, которая может быть наверное только в чемпионате Нидерландов. Первая встреча в Гаге проходит под полное доминирование хозяев. Без своего лучшего бомбардира они забили пять мячей и пропустили только один. Казалось, что вторая игра это уже формальность. Очевидно, что отыграться практически нереально. Первый тайм в ответной встрече закончился за счетом 1-1. Интрига исчезала на глазах, но за вторые 45 минут футболисты Гронингена забили четыре безответных мяча. На трибунах была настоящая эйфория. Это было футбольное чудо наяву. Дело дошло до послематчевых пенальти. Только вдумайтесь, такие эмоции были в финале плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы. Команда Булыкина в итоге все-таки оказалась сильнее и завершила свой феерический сезон на мажорной ноте. Дмитрия Булыкина очень любили в Гаге. Он за один год стал для местных не просто кумиром, но и надеждой на светлое будущее. В его честь пели песни и кричалки, ему посвящались баннеры, для него перед игрой выступал казачий хор, который исполнял калинку. А документальный фильм о историческом для клубе сезоне назван «Год царя». Но большой русский форвард был в Адо-Денхаге в аренде. Его зарплату клуб не потянул бы, поэтому Дмитрий вернулся в расположение Андерлехта, но вскоре он, пойдя на повышение, подписал контракт с Аяксом. Но это уже совершенно другая история. Несмотря на то, что Булыкин провел фантастический сезон в эра-дивизе, Дик Адвокат не вызывал его в расположение сборной России. Забегая наперед, скажу, что даже игра и голы за Аякс не позволили Дмитрию вернуться в родную сборную. Как бы ни просили адвоката болельщики и журналисты, голландскому специалисту Булыкин был не нужен. Ходили слухи, что тренер был все-таки заинтересован в игроке, но у высшего руководства таились давние обиды на форварда. В итоге, даже находясь на пике своей формы и забив за сезон более 20 мячей в сильном европейском чемпионате, Булыкин остался за бортом сборной и в дальнейшем не поехал на Евро 2012. Дмитрия Булыкина сложно назвать топ-футболистом, даже по меркам нашего футбола. Он был прямолинейным, тяжелым, таранным нападающим, у которого был довольно узкий спектр действий на поле. С возрастом Дмитрий, потеряв скорости, стал играть исключительно роль столба в штрафной площади соперника. Но такие форварды тоже необходимы, и нужно признать, что его стиль давал свой результат. Да, карьера Дмитрия Булыкина могла быть намного ярче. Он мог добиться гораздо большего как в России, так и за рубежом. Но для меня Булыкин навсегда останется в памяти, как один из немногих российских футболистов, который не побоялся принять новый для себя вызов и уехал играть в Европу. В отличие от многих своих отечественных коллег, Дмитрий смог отказаться от тепличных условий, чтобы попасть в большой европейский футбол. Чтобы играть на переполненных стадионах, чтобы жить в красивых городах, чтобы тренироваться и каждую неделю выходить на поле с лучшими футболистами. К тому же он доказал, что если ты действительно чего-то хочешь, то возраст не является преградой. В 30 лет, когда многие уже думают о комфорте, стабильности и приятном контракте на родине, Булыкин покорил один из лучших европейских чемпионатов. И за это его невозможно не уважать. Если вы хотите увидеть на канале продолжение о чемпионстве Дмитрия Булыкина в Аяксе и его дальнейший провал в Твенте, поддержите это видео лайком. Также не забывайте подписываться на канал и любите наш футбол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok